Здравствуйте, дети малые, стреки бравые! Послушайте мой рассказ поэта Максима Федина «Сказку» про Аруну Красу и разбойника Харахорда. Давным-давно, во времена давней, в 39-м царстве, в 30-м государстве, жила-была Аруна Краса, девушка-коса. Любила она свою республику Алтай, ходила по ней, воду чистую из рек пила, кедры обнимала, шишки собирала, была счастлива, и все ее любили. Но времена, царство том, менялись быстро. И приехал в республику Алтай злой разбойник Харахорт с командой своей. Обвесил он чуйский тракт плакатами своими, сказал всем, какой он хороший, и повелся народ. Проголосовал за него и стал он главой. И начал он притеснять жителей республики Алтай. Кедры в яковы рубить стал, воду загрязнять, республику Алтай всю загрязнять так, что рыбы не стало, птицы петь перестали. И возмутилась Аруна, коса, девушка-краса. Собрала листы бумаги, написала на них призывы лес не рубить. Села в свою телегу и поехала из стольного града Горноалтайска до Усть-Коксы. Приехала, бумаги те, раздавать народу честному стало. Но не понравилось это разбойнику, заезжему Харахорду. Приказал он своим людям схватить Аруну. Схватили ее, да так схватили, что руку передавили. Двигать рукою Аруна, краса, девушка-коса, не могла. В суд приволокли и назначили суд через десять дней. Плачет девушка-коруна, плачет вся республика Алтай. Что ж нам делать? Как нам, изверга, этого победить, злого разбойника-харахорда? Собралась силами Аруна, пришла в суд. Судья сидит, важно на нее смотрит, мол, привели. И вот она, супротив Харахорда, слово смело вставить. Но Аруна не лыком была шита, не растерялась, встала и сказала. Вот смотрите, уважаемая судья, вы здесь живете, воду чистую пили, воздухом дышали, Рыбу из реки ловили, но ничего ж здесь не осталось. Не понимаете вы, что природу Алтая надо беречь, беречь его людей. А злые разбойники-харахорды приходят, а потом уходят, а нам здесь жить. Расплакалась судья, разрыдалась, обнимала Арунушку и сказала. «Девица Аруна, коса, золотая коса. Ты человек хороший, Бог с ним, с моей должностью. Будь что будет, я тебя отпускаю на все четыре стороны». Вышла Аруна из зала суда и поднял ее народ на руки и начал подкидывать. А злой разбойник-харахорт водочки выпил, как и раньше это делал, и куда-то исчез. И никто его с тех пор так и не видел. На том и сказке конец, а республика Алтай молодец.